Всем привет! Меня зовут Дмитрий Сулодов, это Школа Бизнеса. И мы представляем вам новый экспериментальный проект, который стал производный из наших вебинаров, которые мы проводим ежемесячно в рамках Школы Бизнеса и обучающих мастер-классов. Дело в том, что целый год мы были вместе с вами, ежемесячно мы встречались, обучали вас различным вариантам работы, предлагали вам разные вариации рекламных кампаний, продвижения, развития и так далее. Пришли к тому выводу, что за год мы научили вас ловить рыбу, скажем так. И сейчас пришло время выйти на принципиально новый уровень и не только учить вас продолжать ловить рыбу, но и показывать вам рыбные места. Дело в том, что совсем недавно мы дали клич по всем клубам России и ближнего зарубежья. И первые отклики уже были получены, поэтому в этих коротких видео мы будем вам рассказывать о практике, реальной практике клубов в регионах. И основываясь на их положительном, возможно, отрицательном опыте, вы сможете интегрировать некоторые моменты их работы в деятельность своего лазер-так-клуба. Ну что ж, предлагаю начать. И первый отзыв был от наших коллег, Оренбургский клуб «Трое». Ребята поделились своим многолетним опытом и сообщили, что самое эффективное — это промо-мероприятие. К примеру, битва сообществ в социальных сетях. Однако есть очень важный момент — это качество мероприятия. И оно напрямую зависит от инструктора, который проводит игру. Отдельный акцент ребята уделяют площадке, на которой проходит мероприятие. Это может быть и двор в каком-либо районе с использованием надувных укрытий. А можно собрать ребят у себя на подготовленной площадке. Также успех зависит от того, как долго проводилась агитация. Правильнее планировать мероприятие заранее, не менее чем за две недели. Отдача от заранее прорекламированного мероприятия в разы больше. Естественно, дополнительным плюсом к рекламе являются условия репоста и вступления в группу в соцсетях, в которой идет агитация участников. Ребята рассказали о прописной истине, о которой большинство забывает или просто пренебрегает. Трое в Оренбурге делает элементарную вещь. На самом мероприятии раздают рекламную продукцию, флайеры, визитки и так далее. С помощью простой самонаборной печати ставят на них скидку в виде денежного номинала, к примеру, 500 рублей. И, как показывает практика, этот вариант работает лучше, чем просто скидка в 10, 15 или 20 процентов. Переместимся из Оренбурга за границей России в Белоруссию, город Мгилев, в Лазертаг-клуб «Патриот». Ребята живут и работают в городе с населением всего лишь 290 тысяч человек. И, по мнению самих жителей, очень тяжело опускают они в свою жизнь что-то новое. То же самое произошло в свое время и с Лазертагом. Руководитель клуба оценивал со стороны игру и эмоции на площадке. Если клиенты играли активно и глаза горели после игры, то каждый получал в виде подарка магнит. Если было понятно, что этот игрок всего лишь на один раз, то руководитель по окончании игры просто отдавал визитку с указанием наименования клуба, адресом и контактными телефонами. Также в Могилеве успешна раздача сертификатов, которая звучит так. «Пришел на игру, получи бонус 10% на следующую игру». Данная скидка действительно в течение месяца и на листовке, где есть скидка, есть строка «Вы выиграли» и небольшое свободное поле, где ставится печать с датой, чтобы инструктору было проще определить дату выпуска данного сертификата. Естественно, Могилевский патриот участвует во всех городских мероприятиях, которые позволяют максимально засветиться. Как говорил ранее, в данном случае оптимально использовать надувные конструкции, однако если место не позволяет, на помощь приходит комплект биатлона от Лазервар. Его удобно поставить на самой маленькой и неровной площадочке. Здесь можно использовать биатлонную стойку-мишень с игровыми тагерами или биатлонным лазертаг-ружьем. Также ребята взяли за правило выставлять стенд либо стол вместе с инструктором, который рассказывает о тагерах и о всех преимуществах лазертага перед другими военно-таптическими играми. Могилевская практика показала, неважно какое мероприятие, какая игровая площадка, выставка это или биатлон, неважно. Везде необходимо делать раздачу листовок. Это же подтвердили и ребята из Оренбурга. Если есть возможность, конечно, заработать, то выставляются конструкции и проводятся мини-игры. И здесь необходимо понимать, что в городе с небольшим количеством жителей только от сарафанного радио будет толп. Игру должны увидеть максимальное количество людей вживую. По картинкам или на пальцах человеку очень трудно передать весь экшен. Лазертаг понятен и интересен только в деле. Не надо жадничать, иногда лучше потратить день на бесплатную игру, чтобы потом получить отдачу и дополнительных благодарных клиентов. Что касается самой игры, ребята признаются, что в большинстве своем используют стандартный набор сценариев. Однако, если есть новички или те, кто уже играл, но в других клубах, в сценарии интегрируется универсальная точка, Иву, Бэтлфилд и так далее. Однако, важный момент. Новым игрокам всегда дается время для того, чтобы привыкнуть к площадке. А после того, когда клиент освоился, только тогда уже показываются девайсы. Два инструктора, которые закреплены за командами, всегда подсказывают перед стартом, куда интереснее и лучше проскочить, где какие лазейки на полигоне. Клиент получает не просто отсчет времени, но и короткий мастер-класс по тактике и технике игры. Клиенты видят, что им не просто объясняют сценарий, а с ними работают на протяжении всего времени игры. В перерывах между раундами в центре обсуждения инструкторы разбирают не только действия каждого игрока, но и ход боя в целом. Еще один очень хитрый ход от клуба «Патриот» в Могилеве. Особенно он актуален в сборных играх, когда приходят новые игроки. Клуб приглашает на игру несколько своих хороших знакомых поиграть бесплатно, либо за небольшие деньги. Суть хитрости в том, что когда новые игроки видят доброе рукопожатие, разного рода приветствия среди других подсадных участников, автоматически хотят быть на том же уровне и тем самым привязываются и вливаются в игру. А потом приходят со своими знакомыми и выглядят на их фоне уже как завсегдаты с дружественными приветствиями, обменом добрыми словами. Новые знакомые видят атмосферу и уже кому это по душе вливаются в лазер-так движения. Не важно сколько тагеров в клубе, какие настройки, какая площадка, мы продаем досуг и времяпрепровождение. Все дело в атмосфере, внутри клуба. И этой цитатой мы заканчиваем первый выпуск новой передачи «Практика от школы бизнеса». А свои истории присылайте мне, ссылка в описании. Естественно, подписывайтесь на канал и всем пока!